Всем привет! В этом видео вас ждет официальное обращение фонда SCP и анонс большого фестиваля по нашему фандома. И начнем с более серьезной и сложной темы. Произошла довольно редкая штука. Фонд SCP написал обращение ко всем, кому интересен наш фандом. Как я уже говорил в одном из прошлых видео недавно возникла достаточно угрожающая ситуация, связанная с тем, что лидер группы ArtSCP зарегистрировал товарный знак в виде логотипа SCP на себя. Для начала я бы хотел дать вам немного контекста. Дело в том, что фонд знал обо всей этой ситуации с товарными знаками задолго до выхода моего того видео, и отношение к тому, что сделал ArtSCP изначально было крайне негативным. Однако оставалась некоторая надежда на то, что ребята поведут себя правильно. Ведь раньше, до 2017 года, ArtSCP плодотворно сотрудничал с русским филиалом SCP. Делал популярный артбук. Однако целый ряд крайне некрасивых и опасных до всего фандома действий, лидеры этого сообщества, о которых вы можете подробно прочитать в самом обращении фонда, который я оставлю в описании, и как вишенка на торте его последний пост, явно показал нам всем, что они не собираются исправляться и вообще решили вести себя как плохие ребята. Это их осознанный выбор. Если вы хотите высказаться, на тему того, что действие группы ArtSCP можно чем-то оправдать, я настоятельно рекомендую вам после просмотра этого видео прочесть самообращение фонда, в котором подробно расписана предыстория и опубликованы переписки, из которых вы поймете, с чем мы на самом деле имеем дело. И только после этого пишите свое мнение. Если кратко скажу так, группа ArtSCP в своих последних действиях пересекла некоторую черту, после которой мириться с ними стало невозможно. В этом видео я, пожалуй, пропущу первую часть обращения с предысторией и прочту саму позицию русского филиала SCP. Согласно положениям лицензии Creative Commons ShareLike, которой защищено наше творчество, публикация производных от оригинала материалов под другой лицензией невозможна, равно как и внесение изменений в существующую лицензию. Регистрация товарного знака не является ничем иным, как попыткой повлиять на правила лицензирования контента SCP Foundation. Таким образом, регистрация товарного знака номер 661748 на имя Дуксина АВ противоречит условиям лицензии в части соблюдения условий распространения, являясь ее грубым нарушением. И любые действия, направленные на охрану данного товарного знака, являются заведомо незаконными и противоправными. Все наши дальнейшие действия обословлены нашим стремлением обеспечить соблюдение условий лицензирования нашего творчества и пресечь недобросовестное использование всеобщего наследия SCP Foundation. Не желая мириться с подобным положением дел, мы обратились за помощью к английской и другим Вики, а также в иные инстанции для решения данного вопроса. На данный момент все они оказывают нам значительную юридическую и информационную поддержку. Кроме того, мы предприняли ряд защитных мер, чтобы максимально усложнить Андрею задачу по использованию его товарного знака в противозаконных целях. Отдельно отметим, что английская Вики не только поддержала нас в наших претензиях к Андрею Дуксину, но и подтвердила это документально. Да, дорогие подписчики этого канала, ситуация на самом деле образовалась настолько серьезная и неприятная, что не только Руфонд, но и вообще все сообщество SCP по всему миру было крайне недовольно происходящим. Я опять же не буду читать все целиком, полный текст со всеми юридическими тонкостями, вы можете прочесть в описании. Прочту лишь основные моменты из документа, который выпустил английский филиал по этому поводу. Англоязычный филиал SCP Вики, далее Е.Н., как старейший и крупнейший филиал, представляемый своим главным администратором Джоном Райаном Битти, считает, что регистрация Дуксиным Андреем Владимировичем товарного знака на SCP Foundation на территории Российской Федерации является незаконным использованием нашей интеллектуальной собственности, прав на которой он не имеет. Наряду с этим мы согласны со всеми притязаниями российского филиала SCP Вики, далее Ру, выступающего истцом в этом вопросе. По всем пунктам к Дуксину Андрею Владимировичу логотип SCP Вики был взят из программы для графического дизайна Adobe Illustrator и подвергнут небольшим изменениям. Е.Н. считает, что логотип является общественным достоянием и по этой причине не подлежит защите авторским правом или товарными знаками. Примеры предшествующего использования данного логотипа вне контекста SCP будут представлены судебному представителю истца. Согласно условиям Sherlock 3.0 запрещено защищать произведение, опубликованное по лицензии Sherlock 3.0, авторским правом или товарными знаками, так как это противоречит условиям данной лицензии. Произведения Дуксина Андрея Владимировича далее Artbook SCP являются производными произведениями по мотивам фонда SCP, а следовательно автоматически и необратимо лицензируются под лицензией Sherlock 3.0. Дуксин Андрей Владимирович не обладает какими-либо правами на интеллектуальную собственность SCP и не может претендовать на таковую, за исключением Artbook SCP, который также обязательно лицензирован под лицензией Sherlock 3.0. По этой причине он не обладает действительным правом на регистрацию авторского права или товарного знака на какое бы то ни было произведение по мотивам фонда SCP, на логотип фонд SCP или его название. Далее фонд SCP призывает отказаться от поддержки проекта ArtSCP в любом виде и развеивает миф о том, что ArtSCP якобы внес существенный вклад в развитие фандома. Однако, конечно, покупать или не покупать эти артбуки это ваш личный выбор. Отдельно хочу неодобрительно посмотреть на людей, которые пытались занимать позицию в духе «давайте жить дружно, ведь ничего не происходит». Определенные каналы уже отличились такой позицией и это печально. Кстати, я заметил, что многие люди поверили в довод ArtSCP о том, что они собираются снимать сериал и поддерживали их на этой основе. Просто хочу напомнить о существовании проекта Запволд, где ребята уже выпустили три серии сериала по SCP. Если вы настолько хотите видеть сериал, что готовы закрывать глаза на дела, подобные тем, что делали ArtSCP, уж ребят из Запта вы, наверное, можете поддержать. На них тоже ссылку оставлю. Ну и небольшой анонс, как и обещал. Теперь после положительного исхода этих событий у сообщества SCP появилась возможность проводить существенные мероприятия, о чем я расскажу позже в других видео. А пока скажу лишь, что в сентябре планируется большой фестиваль по SCP. В нашей группе протокола SCP в ближайшее время будет разыграно два билета на эти мероприятия путем конкурса репостов, так что следите за обновлениями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok